Здравствуйте! На канале НТС Новости в студии Елена Кобзева и Джолдош Исаков. И вначале коротко о главном. Крича пыталась вырваться. Женщина, с которой таксист закрылся в салоне авто, заявила о попытке изнасилования. Водитель говорит, хотел помочь. То браконьерство, то убийство. За поведение прокуроров возьмутся депутаты. Рабочая группа Джигур Кукинеша проверит деятельность прокуратуры. Попытка номер два. Пособие всем детям. До трех лет теперь предлагает новый министр соцразвития. И это при мизерной господдержке детей с ОВЗ. Турист не липко, чтобы обдирать. Потому к весне появится туристическая милиция. А безвизовый режим для 55 стран продлят до 2030 года. Как пассажиру не оказаться жертвой? Тревожный случай, расследованием которого уже занялась милиция, показал бесконтрольность сферы частных таксиперевозок. В сети интернет молодые люди разместили снятое ими видео, в котором девушка, запертая в салоне такси, плакала и кричала, пытаясь вырваться на свободу. Внутри с ней, на заднем сидении оказался водитель такси. Уже сегодня стало известно, что девушка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А мужчину задержали. Только 47-летний мужчина утверждает, что он не трогал девушку, а напротив, подобрав ее посреди ночи, плачущую, хотел подвезти. В деле еще предстоит разобраться, но вопрос безопасности поездок на такси возник автоматически резонно. Правда, ответить, каков порядок привлечения водителей к работе в такси и кто их контролирует, среди госорганов некому. Снимать эту машину на видео его авторы начали после того, как поняли, что именно из нее доносятся крики. Хонда Фит с шашкой такси на крыше была припаркована в одном из южных микрорайонов столицы. Несмотря на требование немедленно открыть дверь, сидящие внутри сделали это не сразу. Дверь наконец открылась, плачущая девушка, одетая в хиджаб, выскочила, а водитель, прыгнув за руль, умчался. Выяснить, что происходило, они попросту не успели. Произошло это 4 дня назад, а пострадавшая написала заявление только накануне. В своем заявлении потерпевшая просит принять меры в отношении мужчины, который 24 ноября текущего года. Примерно в час 30 ночи в одном из микрорайонов столицы таксист под предлогом подвезти пытался совершить действие сексуального характера. По данному факту, в следственной службе УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 28.129. Попытка изнасилования Уголовного кодекса Кыргызской республики. Также подозреваемый по статье 94 Уголовного процессуального кодекса во дворен ВВС УВД города Бишкек. Проводится расследование. По словам коллег задержанного, он очень религиозный человек. На работе, на хорошем счету, частым извозом занимается достаточно давно. А еще в службе такси, сотрудником которой он является, отмечает, что от милиции водитель не скрывался. Мы его вчера вызвали, он пришел. А что вы говорили? Говорили, что, как вам сказать, видите какая ситуация? Некоторые знакомые, его ученики, которые работают здесь, тоже с ним приходят, они говорят, ну как, это жена и так далее, говорят. А сам он говорит, что эту девушку он успокаивал и что эту девушку на улице хотели изнасиловать. Мы поставили его на бок, сказали, где в Минусе, вернись и разберись. Как все это обвинения с себя снято, потом обратно на работу выйдешь. Ничего дурного контора, предоставляющая услуги такси, о своем работнике не говорит. Оно и понятно. Какое предприятие скажет, что берет на работу всех подряд, не интересуясь подноготные водители. Впрочем, это, надо сказать, никого не заботит. Нет органа, который бы занимался вопросом безопасности пассажирских перевозок частниками. То есть ни одна официальная структура не контролирует, кто на чем и за сколько возит людей. Требуем, чтобы ввели лицензирование. Так как только при лицензировании мы можем от перевозчиков соблюдать именно правила перевозки, безопасной перевозки пассажиров. То есть мы можем от перевозчиков требовать, он годен ли перевозки пассажиров, физическое состояние водителей самих. Кроме этого, состояние автомобильного транспорта в настоящее время никем не контролируется состояние этих легковых такси. То есть там есть, может быть, поломка и вода, или перевозки. Так и самих водителей. Он может быть и под воздействием наркотических или психотропных веществ управлять этим такси. Четыре года мытарств, и вот законопроект о лицензировании деятельности легковых такси готов, отмечают в Минтрансе. Пока эта сфера частична в ведении Министерства экономики. Документ согласовали со всеми госорганами, но парламент недавно отправил его вновь на доработку. Единственное, что сейчас делают таксисты, платят налоги в бюджет. И то не все. Патент на такую деятельность у нас получают добровольно. Впрочем, некоторые граждане занимаются частным извозом нелегально. Встали у ближайшей остановки и поставили шашку на крышу машины. Кстати, за такой вид деятельности положен штраф. Но умелые водители легко умудряются его избежать. В особенности надо быть осторожными с так называемыми шабашниками, говорят юристы. Такие таксисты работают на себя и ответственности за безопасность пассажира не несут. Рассчитывать на реальное возмещение вреда здоровью в случае ДТП не имеет смысла. Другое дело, официальные службы такси отмечают юристы. Победа в суде стопроцентная. Правда, не все граждане обращаются с заявлением к Фемиде, боясь потерять время впустую. А стоило бы. Но отвечать в этом случае все равно будет сам таксист, а не фирма, которая ему предоставляет заказы. Пассажир является юридическим потребителем, потребителем услуги непосредственно данной машины. Если мы не говорим про таксопарк, который в Бишкеке и в Кыргызстане очень-очень мало. То есть так называемая служба такси. Служба такси это, которая находит клиента для водителя. Поэтому ответственным здесь является водитель. Если произошло ДТП, вы получили ущерб здоровью. Первый шаг. Это необходимо заявить в ОБДД. Номер телефона все знают 102. Второй шаг. Вам необходимо оценить свой ущерб здоровью. Сколько стоит лечение. И третий шаг. Самый главный, который 95% жителей не доходит. Это подача искового заявления в суд по отношению к владельцу машины. То есть тому таксисту, поскольку он является частным предпринимателем. 7 февраля следующего года в Кыргызстане начнет действовать ОСАГО. Обязательное страхование ответственности водителя перед пассажирами. Суммы выплат от страховщиков таковы. 200 тысяч сумму в случае смерти человека, 200 тысяч за лечение и 150 тысяч за ремонт автомобиля. Это максимальные суммы. Однако юристы отмечают, что страховщики все еще не готовы к этому. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. А в Джалабаде выявили притон, где оказывали услуги интимного характера. Причем делали это женщины, как сообщает Джалабадская милиция, против собственной воли. Обнаружить заведение удалось благодаря информации, которую сообщили неизвестные. Милиционерам подсказали, что находится он в Сузакском районе и его хозяйка, женщин, бьет и принуждает к проституции. Прибыв на место, отметили правоохранители, убедились, что информация была подлинная и немедленно возбудили уголовное дело. Трое женщин написали на сутенершу заявление, в которых указали, что их избивали и принуждали заниматься сексом с клиентами. Выяснилось, что некоторые девушки имеют психические заболевания и хозяйка, воспользовавшись этим, обманным путем заманивала их в свое заведение, пообещав помощь и работу. Осмотр секса рабынь показал, что на деле у них действительно имеются множественные синяки и ссадины. Они говорят, что все время просили клиентов помочь им и сообщить в милицию. Одна из женщин находится в этом секс-притоне уже почти 10 лет и за это время родила двоих детей от мужчин, которым оказывала секс-услуги. Днем меня заставляли мыть посуду и стирать вещи. Запирали дома и не выпускали на улицу. Я здесь с 2009 года. За это время родила двоих детей от клиентов. Когда работала беременной, меня били из-за того, что я плохо работала. Избивали жестоко, били палками по спине и по голове. Будили в 4 утра и заставляли стирать вещи до обеда. Даже кушать толком не давали. Говорили, что могу поправиться и не буду нравиться клиентам. Я думала, с ума сойду. Там угрожали убийством, так как у меня нет родных и меня никто не будет искать. Я продолжала работать из-за своих детей, так как им нужны были лекарства и продукты, чтобы жить. Я приехала в Джалабад и как-то на улице рядом со мной остановилась такси. Из него вышла женщина, которая посадила меня в Апто и предложила работу. Я поехала с ней, где меня познакомили с некой Зоей и показали работу. Я отказалась заниматься проституцией, но женщины начали меня бить. Я рассказывала клиентам и просила их сообщить обо мне милиции. Но они все рассказывали сутенером. И те снова начинали бить меня. Даже однажды ударили ножом в ногу за то, что я жаловалась клиентам на сутенеров и просила вызвать милицию. Побег из тюрьмы сорвался. Милиционеры задержали двоих парней, пытавшихся передать подсудимому ножи и напильники. Инцидент произошел накануне в Соколукском районном суде. Туда на процесс конвоировали несколько лиц, ранее совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе побег из следственного изолятора. Перед началом заседания к милиционеру-конвоиру подошли двое ребят и попросили его передать сумку одному из подсудимых. После ее осмотра сотрудник правоохранительных органов обнаружил в ней три кухонных ножа, девять металлических напильников и четыре телефона, завернутые в кусок линолеума. Личность молодых ребят, которые пытались передать инструменты и режущие предметы для побега, была установлена. Ими оказались двое граждан 24 и 17 лет. Оба задержаны. Как противостоять экстремизму и терроризму? Сегодня обсуждали президент Соренбай Джейнбеков и Александр Аванесов, руководители глобальной программы и спецсоветник про ООН по предупреждению насильственного экстремизма. Во встрече приняли участие также члены делегации контртеррористического управления ООН. Темой разговора, разумеется, стали мерой для противодействия современным радикальным угрозам. И работа в этом плане в нашей стране ведется, причем в рамках двузначимых положений. Концепции госполитики в религиозной сфере и программе правительства по противодействию экстремизму и терроризму. Обе рассчитаны пока до 2020 и 2022 годов соответственно. Представители ООН отметили, что действия Кыргызстана в этой области достаточно многосторонние. И со своей стороны выразили готовность оказать всяческое содействие в этой работе. Сделать Кыргызстан более открытым предложили сегодня в парламенте. Дастан Бекешев рассказал о поправках в закон о введении безвизового режима. Так, по информации парламентария, беспрепятственный въезд на 60 дней правительство намерено внедрить для 55 стран. То есть добавить к ныне существующему списку дополнительно 10 государств. Отметим, что на сегодня безвизовый режим действует для 45 стран. Закон был принят еще в 2012 году. Так, по словам парламентария, безвизовый режим нужно продлить до 2030 года. Что поможет, как показала практика, увеличить туристический поток в нашу страну. Правда, со сроками не согласились многие. Что коллеги по цеху, что силовики заявили о безопасности в стране. Эльнур Абикбасарова следила за обсуждением документа. Продлить безвизовый режим до 2030 года, но уже для граждан 55 стран. То есть добавить к ныне действующему списку еще 10. Предложили сегодня в Чугур-Укенеши. Инициатором законопроекта является депутат Дастан Бекешев. По словам которого, в мире сегодня большая конкуренция. И борьба идет за каждого туриста. В Грузии такой режим принят на год для 90 стран. В Казахстане и Узбекистане подобную практику собираются изучить и применить. А чем хуже мы, вопрошал парламентарий. В Кыргызстане безвизовый режим сегодня действует для 45 стран. Принят он был 6 лет назад, когда премьер-министром был Умирбек Бабанов. Действовать ему осталось еще два года. Мы видим, сколько туристов посетили нашу страну. Их число увеличилось. В стране были созданы рабочие места. Закон принес только пользу. Летом, зимой работают юрточные городки, коттеджи. Это говорит о том, что мы правильно идем. Теперь предлагаем число стран увеличить до 55. Вначале мы хотели предложить бессрочно. Но вчера в комитете предложили до 2030 года. Не надо бояться, что к нам приедут террористы и экстремисты. Им я отмечу, отсутствие визы не проблема. Кроме того, Нардеп сообщил, что планируют внести поправки, разрешающие безвизовый въезд для тех, кто уже получил визы в Евросоюз, США, Японию и Великобританию. Но уже в режиме второго чтения. Правда, обсудить это парламентарии сегодня не успели. Большая часть вопросов была посвящена сроку действия закона. Вести до 2030 года. Не слишком ли открытость становится страна с учетом всего, что происходит в мире, отметили сами силовики. Законопроект хороший, но нужно пересмотреть срок действия. Учитывая внутреннюю и внешнюю безопасность, правительство предлагает продлить срок действия закона до 2025 года. И мы эту позицию поддерживаем. Дело в том, что закон сам хороший, конечно, его поддерживать надо. Но мы же не сможем осуществить предварительную проверку этих граждан. В этой связи, вот мы только по срокам же возражаем. Пусть он работает, закон. Время придет, продлимся. Ну, давайте это уже депутаты будут решать, ладно? Я свое мнение сказал. Нет, я согласен. Вы как представитель ГКМБ, вы должны это говорить. Но что, с Европы в Сирию, как вы думаете, за что они поехали? Бесплатно, что ли? За деньги ездят? Вы думаете, что к нам сюда начнут террористы с Европы ездить, что ли? С Франции, думаете, будут сейчас террористы ехать сюда, в Кыргызстан? Ну, это не исключается. Нет, а хорошо. А вы даете гарантию, что визовый режим нас, наоборот, защитит от экстремистов? Даете? Если вы такую гарантию даете, мы должны тогда отменить вообще безвизовый режим. Мы должны упрощенный порядок тогда отменить. И давайте защитите нас тогда от всех террористов. Причина, по которой стоит вводить безвизовый режим, вполне понятная. Так, очевидно, лучше развивается туризм, появляются рабочие места в гостеприимном Кыргызстане. А что насчет самих кыргызстанцев? Расширились ли наши горизонты для путешествий, интересовались в парламенте? В какие страны граждане Кыргызстана могут въезжать без виз? Кыргызстанцы могут въезжать без визы в 28 государств. Крупные страны, как Америка или страны Европы, не идут навстречу. Но работы в этом вопросе ведутся. Если говорить о странах со средней развитой экономикой, то недавно мы подписали соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Отдельной темой заседания стали визы в Китай. Насколько МИД помогает не только оформлять документы, но и что сделано в деле искоренения посредников у посольства Поднебесной. Информацию заслушали и концепцию закона приняли. А после озвучили свое видение на предмет того, как улучшить сервис и разнообразить варианты отдыха для приезжих. Чтобы не было таких казусов, когда туристов отталкивают действия представителей госструктур. Те же милиционеры, что останавливают и обыскивают иностранцев без причин. Пугают те же таможенники и пограничники, которые в каждом туристе видят только деньги. Это характерно для авторитарных стран. А Кыргызстан – страна, которая должна стать открытой. В 2012 году премьер-министр Умурбек Бабанов ввел безвизовый режим для 44 государств. И это принесло пользу. Число иностранных туристов выросло в несколько раз. Это необходимый для республики закон, который поможет простому народу и пополнит бюджет государства. Нужно поставить в аэропортах сотрудников таможенной и пограничной служб, которые хорошо владеют английским языком. Поднимите зарплату тем, кто знает английский, чтобы они нормально относились к туристам. Помню, в 2012 году, когда мы рассматривали этот закон, так шумно было. Были и противники, и сторонники. С тех пор прошло немало лет. Вы скажите мне, была ли польза от этого закона, от того, что мы ввели безвизовый режим? Польза есть и большая. Первый большой плюс – игры кочевников. Второй – туристов стало больше. О нас узнали многие. В разрезе регионов статистики нет, но могу сказать, что в этом году Иссыкуль посетили 900 тысяч человек. Опять-таки мы собираем информацию о численности посетивших туристов от гостиниц и отелей, поэтому показатели примерные. По примерным подсчетам Иссыкуль может вместить до полутора миллиона отдыхающих. Весной следующего года начнет работу туристическая милиция. Пилотный проект для начала запустят в столице. Для комфорта туристов в скором времени достроят 500 гостиниц по стране. Напоследок депутаты напомнили чиновникам и о проблемах экологических. О том, что рабочих очистных сооружений в акватории озера Иссыкуль практически нет. Так что наша жемчужина под угрозой превратиться в болото. С визами или без в скором будущем может оказаться так, что приезжать туристам будет просто некуда, заключили парламентарии. Ильнура Бекпасарова, Асхат Ибраимов, НТС. Могут быть причастны и его бывшие коллеги. Намереваются народные избранники изучить и исполнение закона самими прокурорами. Эксперты уверены, что парламентский контроль поможет навести порядок в подразделениях надзорного ведомства. Правда, пока создание рабочей группы лишь на стадии обсуждения. Как и направление ее деятельности. Подробности в нашем следующем сюжете. Члены парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции намерены изучить деятельность прокуроров. По словам народных избранников, поводом для того, чтобы поднять отчеты сотрудников этого ведомства стали громкие скандалы, связанные с прокуратурой. В последнее время различные подразделения надзорного органа регулярно фигурируют в публикациях СМИ. Например, недавнее убийство прокурора Баткенской области, история с кадамжайским прокурором, охотящимся на краснокнижных животных и другие факты. Претензий очень много. И не все они связаны с преступлениями. Поэтому к работе парламентской группы депутаты хотят подключить и другие комитеты. Решаются вопросы регламентного характера, чтобы эта рабочая группа была представлена экспертами, а также членами другого комитета, к вопросам, в которых тоже относится контроль за исполнением законов по органам прокуратуры. Как вы знаете, в последнее время в органах прокуратуры происходят очень многие резонансные вещи, включая самоубийство, убийство сотрудников правоохранительных органов, сотрудников органов прокуратуры, а также последние кадровые перемещения, их требования на исполнение законов органов прокуратуры. Это все вызывает общественные резонансы. И с этим комитетом принято решение, рассматривается это решение. И я думаю, на днях, буквально на следующем заседании комитета, будет объявлено создание рабочей группы. Однако, необходимость проверки прокуратуры видят не все. По мнению бывшего военного прокурора Кубатбека Куженареева, нынешний генеральный прокурор работает относительно недавно. Поэтому изучение деятельности надзорного ведомства лучше отложить хотя бы до конца следующего года. Срок пребывания в должности генерального прокурора еще года ему не исполнилось. Он назначен в конце апреля. В конце мая он давал отчет за период работы Джол Дубаевой. И его итогом работы еще года нет. С чем связана поспешность, я вот не могу сказать. Единственное, может быть, причиной того, что вот эти последние резонансные события в Аше и в Баткене, связанные с ответственными, высокопоставленными работниками прокуратуры двух областей. Но по ним ведется работа, я думаю, общественность будет поставлена в известность. Однако правозащитники считают, чем больше парламент будет расширять свои контрольные функции, тем лучше. На сегодняшний день проблема большинства государственных ведомств заключается в том, что за ними никто не следит. Варясь в собственном котле и не опасаясь контроля, госструктуры нередко превышают свои полномочия. Однако для того, чтобы проверка не оказалась простым формальным перебиранием фактов, необходимо определиться с вопросами и направлениями работы, считают правозащитники. Я считаю, что в Кыргызстане вообще не должно быть сфер, которая бы не подпадала под парламентский контроль, потому что мы все-таки парламентская республика. Рабочая группа должна быть четко заточена на какую-то цель. То есть, либо это может быть по процедурам, либо это может быть по каким-то категориям дел. Ну, предположим, они скажут, мы хотим по резонансным что-то делаем, я не знаю. Либо это должно быть по какому-то временному. Ну, предположим, до конституционной реформы, там какие-то у них полномочия были, после конституционной реформы у них следствие убрали, что сейчас у них происходит. То есть, любая рабочая группа, она должна поставить себе четко цели, чего она хочет получить в конечном итоге. Все вопросы, по которым депутаты намерены провести проверку, они обещают определить, посовещавшись с экспертами и общественностью. Как скоро рабочая группа начнет изучать деятельность надзорного органа, пока неизвестно. Народные избранники обещают начать эту работу в ближайшее время. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС. Обед за ваш счет? Благодарности не надо. Милиционер Ваше, сделав заказ в одном из кафе, возмутился, что с него потребовали деньги. Ведь сам милиционер решил отобедать пловом местного предпринимателя. Заплатить все-таки пришлось, но вдобавок к деньгам блюститель правопорядка щедро вознаградил хозяина кафе угрозами и удалился. Смолчать владелец кафе не пожелал и написал об этом случае на своей странице в соцсетях. Ушлого милиционера начальство отчитало и пообещало наказать. Случай, кажется, локальный, но далеко не единичный. Примеров такого нахального поведения со стороны милиционеров можно привести уже несколько. Эксперты говорят, если они так ведут себя в малом, не исключено, что поступают так и с бизнесом покрупнее. Кафе Джасура Парпиева в городе Аше открылось не так давно. Здесь готовят все, но особо славится плов. За время работы заведения появились и свои постоянные посетители, в их числе и госслужащие. Блюда местных поваров привлекают и проголодавшихся блюстителей порядка. Вот только платить за обеды хотят далеко не все милиционеры. Так, несколько дней назад в заведение наведался один из сотрудников Органской милиции и сделал заказ, а вот оплатить отказался. Дескать, он милиционер, можно и угостить. А если хозяин с его мнением не согласен, то пригрозил, что долго его бизнесу не просуществовать. 26 ноября к нам в кафе, как обычно, приходили клиенты. Среди них был и этот молодой человек. Я заметил, как он спорит с нашим кассиром. Подошел, спросил, что случилось. Он сразу начал говорить, что работает на госслужбе. На что я ответил, что он все равно должен заплатить всю сумму, которая указана в чеке. Тогда он спросил у меня, кто я такой. Я ответил, что хозяин. Он отвел меня в сторону, достал удостоверение. Сказал, что из-за ста сомов ты хочешь обанкротиться? Я не такой богатый человек, чтобы всех кормить за свой счет. Кафе это только недавно открыл. Но если каждый будет по 50-100 сомов не платить, я останусь банкротом. Зачем я тогда работаю? Может, сразу просто взять и закрыть заведение? В конце он все-таки заплатил. Но потом, когда уходил, сказал угрожающе, что со мной нужно будет разговаривать отдельно. О том, что случилось, Джессур Парпиев написал на своей странице в одной из социальных сетей. Реакция последовала незамедлительно, причем как от обычных пользователей, так и от коллег-любителя подкрепиться за чужой счет. Когда мы узнали, что это наш сотрудник, мы сразу же отреагировали. Ведь он таким образом нарушил права частного предпринимателя, не оплатив свой счет. Служба собственного расследования Министерства внутренних дел приняла этот случай во внимание. Изучит инцидент, и по его итогам к этому сотруднику будут приняты меры. Какие это будут меры, мы дополнительно сообщим позже. Но то, что частные предприниматели, будь то владельцы кафе или ресторанов, стали жаловаться на подобные действия представителей госорганов, «Это хорошо, мы сможем быстрее реагировать на каждый подобный факт». А это уже сотрудники милиции Бишкека отмечают свой профессиональный праздник. Причем отпраздновать товарищи милиционеры решили, что называется, за счет заведения. Во время своего безудержного веселья в кафе, где отдыхали, устроили еще и пьяный дебош. А когда милицейский банкет закончился, официант недосчитался 4 тысяч сомов. «Реагировать очень жестко в таких случаях. Если там все ясно и доказано, и понятно, то надо привлекать самую строгую ответственность. Вот и все. Милиция – это зеркало. Человек, который туда приходит служить, если в нем есть какая-то червоточинка, уже заложена как бы, она обязательно проявится. Потому что есть власть, есть пистолеты, есть удостоверение. Это обязательно вылезет. И многие люди для этого идут в милицию, чтобы пользоваться властью, своим удостоверением, пугать людей, вымогать у людей, понимаете. Поэтому я здесь, вот в данном конкретном случае, в данных конкретных случаях, к сожалению, их много. Я сторонник самых жестких. Случаев, когда носители мундира порочат его честь, своим недостойным поведением масса. Правда, не все предаются огласке. Те, кто должен быть образцом поведения, не платят в ресторанах, устраивают пьяные разборки с перестрелкой в общественных местах и средь бела дня прямо на посту засыпают, где попало. Аналогичный случай минувшим летом произошел в кафе, расположенном в Боомском ущелье. Инспектор, чтобы не оплачивать обед, пошел на хитрость и подбросил в еду мусор. Уловку милиционера зафиксировала камера видеонаблюдения заведения. За этот постыдный поступок его было сняли с должности, но, как выяснилось, чуть погодя на работу восстановили. Только уже в другом районе и в другой должности. Сабина Дамаскинабик, Джантактасунов, Фалтынбек Канебекулу, НТС. Были бы деньги, помогли бы всем. Внедрить пособие детям до трех лет снова предлагают в Минсоцразвитии. Очередной министр Улукбек Кочкоров. Это пособие, по его мнению, улучшило бы питание детей в маленьком возрасте и, как следствие, снизило бы риск развития инвалидности. Однако с такой логикой министра согласны далеко не все депутаты. Тем более, что финансов на это в бюджете нет. Чем выплачивать мизер среднему и богатому классу, лучше больше платить действительно нуждающимся. Еще одна инициатива Кочкорова это создание отдельного фонда для малоимущих граждан, из средств которого им бы осуществлялась доплата. Общий объем средств в нем предполагается в размере 5 миллионов сомов. Сумма, говорит министр, небольшая, и он не просит ее у правительства, как сообщили ранее СМИ. Деньги возможно изыскать за счет оптимизации имеющихся выплат. Улучшив адресность и отсеяв тех, кто в пособиях не нуждается, останутся средства, которым, вероятно, добавятся деньги от благотворительных организаций. Мнение выслушал Болот Исаев. Предложение создать фонд нуждающимся, а кроме того, выплачивать пособия всем детям республики до достижения ими трехлетнего возраста, новый министр труда и социального развития Олукбек Кочкоров внес правительство накануне. Обсуждение состоялось на заседании одного из комитетов Джугур-Кокинеша. Инициативу чиновника депутаты раскритиковали, отметив, что подобное уже предлагалось буквально год назад. Но финансы, как известно, в бюджете ограничены. Вместо того, чтобы раздавать мизерные суммы тем, кто в них не нуждается, лучше выкроить средства на увеличение пособий сиротам и детям-инвалидам. Он сам же это признал, что есть такие люди, которые богатые, средние, достаточные люди, которые получают пособие. Он полностью изучить должен, не ментаризацию сделает, потом уже он должен реально поднять, если даже оптимизация пойдет, он должен из этих денег может пособие поднять. Ну, сейчас 810 сомов пособия. Это же мало, правильно, этим он даже покормить тяжело себя. Реально, действительно, нуждающий должен пособие получать. Если от 184 тысячи человек останется 150, скажем, 34 тысячи, которые пособие платим, и этих денег, может быть, на эти нужды, может он сделать свою статью до расходов. Можно из этих денег, не надо спрашивать, проявится опять. Депутаты его не поддержали, говорит Улукбек Кочкоров, потому что они его неправильно поняли. Дополнительных средств на открытие фонда помощи нуждающимся у правительства, по его словам, он не просил. Чиновник предлагает оптимизировать социальные выплаты через создание единой базы данных всех нуждающихся категорий кыргызстанцев. По словам Кочкорова, поступает очень много жалоб о том, что пособия не доходят до тех, кому они жизненно необходимы, до малоимущих семей и людей с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент в Кыргызстане около 300 тысяч получателей пособий. Их размер варьируется от 800 до 4000 сомов. Мы сейчас ищем именно по усилению адресности помощи, и других мер оптимизации наших расходов. И вот, я же говорю, это очень небольшая сумма, 5 миллионов. По сравнению, например, я бы хотел отметить, что около 10 миллиардов сомов у нас проходят сегодня через наше министерство различные социальные выплаты. И за счет экономии, за счет оптимизации найти и дать законодательную возможность оказать такой материальной помощи было бы, я думаю, правильно. Не обязательно эти деньги будут формироваться за счет бюджетных средств. У нас очень много благотворительных фондов, которые хотели бы, могли бы оказать такую помощь. То есть нам, источники, это уже второе дело, мы могли бы туда привлечь и благотворительные организации. Нам единственное, нужно сегодня решить законодательную основу. Чтобы пойти на кардинальные меры и провести чистку списков, получателепособий понадобится сильная политическая воля. Инициатива наверняка вызовет негативную реакцию общества. Но министр заверил, что уже существующие соцгарантии действительно малоимущим никто не будет урезать. Тем не менее, по выплатам пособий детям до трех лет парламентарии не могли не напомнить Кочкорова закон о госпособии к 2017 году, который был принят накануне президентских выборов и впоследствии отозван. Тот документ тоже предлагал выдачу пособий на каждого ребенка до трех лет, независимо от уровня дохода семьи. По словам некоторых экспертов, предложенный законопроект был популистским шагом. Это предвыборное агитационное то есть это лобби закон был. Я тогда выступал один против этого, но потом мы убедились и правительство и все они пришли к тому, что это было ошибкой. Я лично поддерживаю лучше поднять планку денежной пособии, но только адресно. Чем всем давать? Лучше больше, но только нуждающимся. Мне задал вопрос, как быть, можно ли государству помогать дополнительно к району установленных пособий. Тогда Лугвей-Почков предложил создать какой-то фонд. Я думаю, это очень сложный вопрос, потому что фонд создавать дополнительно помимо того, что государством установлено, это болезненно, потому что при том, дефиците бюджета 20 с лишним миллиардов ежегодно долларов США, наверное, создать фонд очень тяжело. Это, наверное, не государственный фонд. Это может создать какой-то меценат олигарх создать такой фонд благотворительности. И то он не может обеспечить материальной поддержкой 180 тысяч миллиардов. Это большая проблема. Я даже не знаю, как это будет. Эта инициатива трудно реализована, я бы так сказал. Хотя по направленности она нормальная. И как бы добрая инициатива. Даже если подобный фонд появится, то распределением средств, отмечает депутат, должны заниматься только общественные организации. Государственное участие в нем может заключаться лишь в контроле за его деятельностью. Бот и сайт Нурбек Капаров НТС. Национальная премия «Выбор года 2018» чествует своих номинантов, которые определяются на основе исследования потребительских предпочтений и экспертной оценки качества товаров. За 18 лет существования Herbalife Nutrition уже в третий раз стал обладателем награды. Подробности с церемонии награждения в репортаже наших корреспондентов. Протеиновый вечерний коктейль «Формула-1» от Herbalife Nutrition стал лауреатом премии «Выбор года номер один» в номинации «Инновационная разработка для контроля и снижения веса». Теперь вместе с Herbalife Nutrition можно не только сбалансировано завтракать, но и ужинать. Вечернее переедание и, как следствие, проблемы с лишним весом и сном. С новинкой от Herbalife Nutrition этих проблем удастся избежать, утверждают в компании. Компания Herbalife Nutrition Миссия компаний в области питания начинается еще с 1080-х годов. Изменить жизнь людей путем использования высококлассных пищевых продуктов и программ. Herbalife предлагает высококачественные эффективные продукты, большинство из которых производится на собственных заводах компании. Компания Herbalife Nutrition участвует в конкурсе «Выбор года» уже не первый год. Для нас это третья награда, и мы получили признание кыргызстанских потребителей с инновационным продуктом «Вечерний коктейль Формула-1». Мы отмечаем пятилетие нашей компании на рынке Кыргызстана и для нас большой праздник получить такую награду в этот замечательный юбилей. Бренд номер один в мире в категории продуктов для контроля веса уже помог тысячам клиентов освоить основы правильного питания, снизить вес и удержать результаты с помощью низкокалорийных и полностью сбалансированных по составу продуктов. Это была последняя информация о выпуске. Отметим, что журналисты НТС как всегда продолжают следить за развитием событий в нашей стране. Оставайтесь на канале НТС и далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы же благодарим вас за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok